Приветствую вас, дорогие мои девы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня мы посмотрим, какие же события, главные события, ожидают вас в октябре месяце. Конечно же, учитывайте, что это общий прогноз. У кого-то срезонирует, у кого-то нет. По-разному может быть. Сами понимаете, что только индивидуальный расклад может показать реальную картину лично для вас. Поэтому будем учитывать. Итак, как говорится, ближе к делу. Начнем с события октября месяца. Каким будет фон месяца, фон октября месяца? Как вы будете ощущать события, которые будут происходить у вас или вокруг вас? Ну что ж, выпала шестерочка мечей. Ну, интересная карта. Она говорит о каких-то передвижках. И, естественно, вы будете ощущать, что что-то происходит вокруг вас. Либо вы будете инициатором этих изменений. Как бы, знаете, появится ощущение необходимости изменений. Вот так я бы выразилась. Да, что нужно что-то менять. Нужно что-то менять. Вот. Либо самой или самому. Либо, как говорится, вас подвигнут те перемены, те вибрации, которые будут вас окружать. Ну что ж, давайте посмотрим, о чем идет речь. Как говорится, более-менее расшифруем, что же такое будет. Ну, первый вопрос. Реализуются ли ваши планы? Оправдаются ли ваши надежды? Ну, карта смерти. Да, мои хорошие. Заявочка очень такая существенная. Карта кардинальных изменений. Ну, о чем речь? Речь о том, что, да, планы могут реализоваться, но несколько в измененном виде. Причем даже не несколько, скорее всего, а сильно измененном виде. Не исключено, что ряд каких-то намерений придется откинуть. Не обязательно, что они потеряют актуальность, а хотя бы потому, что будет пока не до этого. Не до этого. Ожидания, конечно, могут и не оправдаться полностью на 100%. Опять же, либо что-то помешает, какие-то другие обстоятельства, либо, друзья мои, вы эти ожидания перетрансформируете, что ли, да, своего рода перезагрузка. Ну, это кардинальная перезагрузка. Допустим, хотели генеральную уборку сделать. Это как пример, мои хорошие, как пример. Вот. А обстоятельства сложились так, что вы не только генеральную уборку, но и затеяли крупный ремонт. Это как пример, друзья мои. Либо, может, знаете, собирались уволиться, но обстоятельства так сложились, что начались передвижки в той фирме, где вы работаете, и увольнение, мысль об увольнении отпала, потому что вы, в принципе, получили желаемое непосредственно на этой работе. То же самое касается отношений. Допустим, кто-то планировал, ну, сложно, конечно, планировать, но, тем не менее, подумывал развестись, но необходимость в разводе отпала. Нашли консенсус, договорились, или, допустим, отложили на какой-то другой период этот развод, и так далее. Вы поняли, да, о чем идет речь. Так, давайте посмотрим, что с нежданчиками. Ну, девяточка мечей. Нежданчик может, знаете, какой быть, в виде какого-то оврала, перезагрузки, может быть, знаете, даже жесткого планирования, если можно так выразиться. Да. Мозгового штурма. Может быть, нежданчик связан с какими-то сильными переживаниями по поводу чего-то. Ну, в принципе, в принципе, друзья мои, не исключено все-таки. Смотрите. У нас в позиции плана и ожидания довольно-таки серьезная карта выпала, поэтому, да, возможно, возможно, будет о чем подумать, сильно подумать. Может, поволноваться, попереживать. Может, перенапряг будет вашего ментала, перезагрузка. Даже, знаете, не то чтобы перезагрузка, а перегрузка, вот так вот скажем, перегрузка. Ну, не исключено, конечно, что вот эта сильная усталость, измотанность, она, как говорится, подкосит вас и придется даже поболеть. Так что будьте осторожны, берегите себя. Дальше. Удача. Что с удачей? Десяточка чаш. Ну, что ж, поздравляю, мои хорошие. Удача ждет вас, скорее всего, в отношениях, в семье, в любви, в каких-то творческих проектов. Так что ловите момент. Что с препятствиями? Карта мир. Ну, вот, знаете, препятствие может быть необходимость выйти в более широкое поле общения. Ну, допустим, если работа, то необходимость работать в интернете, да, или необходимость расширить связи, расширить объем работы. В любом случае, в любом случае, это, знаете, препятствие в виде вынужденного, вынужденного, может быть, перехода на какой-то другой уровень, на другой этап, который вы не планировали. Допустим, не планировали переезжать, но необходимость заставила об этом задуматься и, может быть, даже осуществить. Необходимость, может быть, большого объема переписки, общения. Вот. Необходимость заключения каких-то масштабных, скажем, масштабных соглашений, причем связанных не на местном уровне, а вот именно с людьми, которые далеко от вас. Далеко от вас. Ну, в любом случае, в любом случае, карта мир, друзья мои, говорит действительно о переменах, вынужденных переменах, непредусмотренных вами переменах. Ну, опять же, опять же, возвращаясь к реализации ваших планов и ожиданий, не исключено, что как раз вот эти ваши планы, намерения, они и спровоцировали вот эти препятствия. Ну, в принципе, это логично, правильно? Чтобы что-то сделать, надо преодолеть что-то, в том числе и себя. Так, пройдемся по сферам. Посмотрим, где больше всего могут отразиться вот эти моменты. Деловая сфера. Работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские, личные дела. То есть дела, все дела, которыми мы занимаемся ежечасно. Ну, здесь у нас выпала двоечка чаш. Намек на то, друзья мои, что все ваши главные дела, неважно, с чем они связаны, потребуют, может быть, партнерства, содействия, помощи, искать единомышленников. То есть искать помощь. Искать даже не то, чтобы помощь, а вот именно делать с кем-то. Это будет намного интереснее. Искать, может быть, партнера, союзника. Вот. О чем еще может нам эта карта сказать? Ну, своего рода вариантности. Да, может сталкиваться бы вы будете с несколькими вариантами, допустим, два партнера, деловых партнера, две работы, два предложения, два дела, которые нужно сделать, допустим, по дому, и надо выбирать, какой из них. Ну, в основном, в основном, конечно, карта говорит о необходимости иметь союзника, партнера, помощника, советчика. И еще, еще соблюдать как бы вы... гармоничное, позитивное отношение ко всем делам, с которыми вы будете сталкиваться, или которые вы будете планировать сделать. Вот такие, друзья мои, дела. Может быть, тут и речь есть о покровительстве вас, либо о необходимости каких-то рекомендаций. Рекомендаций. Так, а что с финансами? Ага, император. Большие финансы, друзья мои, большие финансы. Почему-то первое, что пришло в голову. Ну, если поподробнее, о чем речь? Да, могут быть дела домашние, дела хозяйские, потребовать больших вложений, больших расходов. Может быть, друзья мои, финансовая составляющая будет вплотную зависеть, очень сильно, кстати говоря, может зависеть от вашего партнера, вашей половинки, либо от вашего руководства. так что имейте это в виду. Для кого-то, друзья мои, выпадение императора, это действительно деловой партнер, какое-то дело, бизнес, который либо вы организуете, либо уже существующий, потребует более пристального внимания. возможно даже каких-то изменений, существенных изменений, существенных вливаний, финансовых вливаний, так что имейте в виду. Что тут можно еще добавить? Ну, вообще, конечно, ощущение некой глобальности, важности и значимости, значимости событий, которые будут происходить в вашей финансовой сфере. Можно даже предположить, что наибольшая концентрация вашего внимания будет как раз на финансовую сферу. Опять же, опять же, возвращаясь к вашим планам по карте смерть, в общем-то логично, логично, мои хорошие. Ну и фон месяца, видите, перемены, изменения, необходимость перезагрузки, передвижений, может быть, необходимость переезда, перемещения, увольнения, поиска новой работы, поиска новых отношений, то есть изменения, каких-то изменений в своей жизни, в какой-то сфере. в данном случае похоже, что очень это может произойти именно в финансовой сфере. Так, отношения, любые отношения, родственные, любовные, для кого, что в приоритете. Карта сила. Ну, здесь, конечно, может проиграться карта у кого-то давлением со стороны партнера, половинки, начальства, давление имеется в виду на вас. Что касается сердечных отношений, здесь, скорее всего, речь идет о страсти, о повышении градуса страсти, повышении любви. Может, кто-то влюбится в кого-то, понимаете. Может быть, придется столкнуться с такими моментами, в отношениях, которые отложить никак нельзя. То есть, там будет фонтанировать, фонтанировать энергия, которая потребует каких-то изменений. Да, мои хорошие, потребует изменений. В какую сторону и каких изменений, тут уже дело личное. Вы все разные, и перечислить для каждого индивидуально, конечно же, невозможно. Вот. Но вот почему-то у меня такое ощущение, что больше это будет касаться каких-то финансовых операций. Почему-то так и глаз падает. Связано будет с финансовыми операциями. То есть, ваши отношения, отношения, они как раз будут завязаны на этом. Ну, в принципе, в принципе, друзья мои, все дела делаются с помощью каких-то отношений. Чего уж тут говорить. Один сам с собой ничего не сделаешь и ничего не заработаешь. Поэтому все, как говорится, логично. Что еще? Ну да, может появиться новая страсть, новая любовь, новые отношения. Вот. Причем яркие такие отношения, эмоциональные отношения, которые переворачивают все внутри. Ну, если говорить о родственных каких-то отношениях, ну, вполне возможно какие-то разборки, напряжение, напряжение, друзья мои, да. Кто-то кого-то будет перебарывать, передавливать, ну, давить на свои, давить для того, чтобы отстоять свои интересы, хотя бы и это. Ну, что, в общем-то, частенько бывает. Ладно, давайте теперь посмотрим совет, что посоветует вам Оракула Затмения. Вообще, конечно, провиноз довольно интересный, скучать вам точно не придется, и, в принципе, виноваты будете, скорее всего, вы. Что-то вы там надумаете, напланируете, какая-то вам идея, возможно, придет в голову в этом месяце. Чего-то сильно захочется, вот, вполне возможно, что очень масштабного. У кого-то это будет касаться любви, отношений, у кого-то карьеры, у кого-то каких-то других дел. Вот, поэтому, как закрутить, и мама дорогая. Ну, не исключено, не исключено, что, вот, кофе-фон месяца, как раз и говорит, что окружающие события, обстоятельства именно сподвигнут вас, или спровоцируют ваши вот такие планы. Итак, совет. Разбитое сердце. Ну, что ж, месяц эмоциональный. Вполне возможно, что оракула говорит, поберегите свое сердце. У нас тут девяточка мечей выпала, мои хорошие, да, нежданчики. Вот, сохраняйте спокойствие, желательно максимальное спокойствие. Ну, конечно, по мере необходимости и возможности. Вот, может быть, и насчет любовной тематики берегите свое сердце. Ну, не получилось, не получилось. Ну, в жизни все бывает, но здоровье дороже, так что попереживали немного и постарались забыть. Ну, в основном, конечно, здесь речь идет, что берегите свое сердце. Вот, единственный совет, самый главный совет, действительно, берегите свою сердечную систему. Что бы ни происходило, эмоции, стрессы, они, они, как говорится, слишком влияют на наше сердце. Ну, соответственно, и на здоровье. Вот такой, почему-то, вам совет выпал. Хотя, в принципе, есть моменты в нашем прогнозе, которые, ну, могут вызвать в вашей жизни напряжение, волнение, переживания и, естественно, стрессовые состояния. Кстати, стресс может и ощущаться и от радости. Да, радость тоже иногда влияет сильно на сердце, особенно, когда она падает сверху, неожиданно, вот, захватывает нас, и тут уже вполне есть вероятность слишком разволноваться и от радости. Ну, на этом я закругляюсь, мои хорошие. Мне остается пожелать, конечно же, вам обязательно здоровья, удачи, благополучия, счастья и исполнения всех желаний. До новых встреч, мои дорогие девы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok